ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сустреча президентов Беларуси и Украины. От природы корыстанья до промысловостей, спектры пытанья, по яких досягнуты домовленостей на форуме, тычатся бодай усих сфер народной господарки. Выники официйной частки форума регионов уже оцениваются экспертами як поспяховая, але запомнится и он не только гэтым. Концерты дружбы объеднау на одной сцене больше, как 500 артистов двух краин. А зараза в гэты меньшим больше подробязна. У форуму регионов Беларуси и Украины великая перспектива и практику проведения таких мероприемствов плануются протягивать. Беларуси и Украина избираются и надалей нарушивать взаимный товарооборот. Се дня охучена новая личба – 10 миллиардов долларов. Другий день форума у Беларуси и Украины прайшел зуделом керавников держав. До пленарного посаджения Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели встречу в двухбаковом формате. Подробязности у Настаси Кучинской. Перед уделом у форума Александр Лукашенко и Петр Порошенко провели встречу в формате с Амнасом. Перед початком беларуский лидер тепло повитал своего коллегу. Основную увагу в размове президента надалей развитию гандлю экономичному и инвестиционному супрационисту про спрызму потенциалу прямых контактов на узруне регионов. Александр Лукашенко отзначил, что мероприемства и первого дня форума напередать не прошли добро. И у такого формата работы есть великая перспектива. Ведение форма региону Украины и Беларуси. И я рад, что вам понравился Гомель. Вы его уже в первом приближении посмотрели. Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Но это естественно, поскольку граница здесь буквально рукой подать. Здесь очень много живет украинцев. Город Гомель – это хороший город, теплый город. Для украинцев. Вчера первый день наших мероприятий прошли очень хорошо. Губернатор накладывал. Люди очень довольны. О многом договорились. Многие заключили контракты. Поэтому у этого мероприятия большая перспектива. И мы всегда будем рады вас видеть в Беларуси. Но я так полагаю, что следующий форум будет на территории Украины. И мы с большим удовольствием, большой делегацией приедем в тот город, который вы определите. В общем, добро пожаловать. Я хотел бы поблагодарить за то, как встречают украинскую делегацию вчера, сегодня. Как Беларусь подготовилась. Какой красивый Гомель. Как украшены флагами Украины и Беларуси улицы Гомеля. Как приветствуют люди на улицах. Звертающийся до беларуских коллегий и до удельников форума уже с пляцовки пленарного посаджения Петр Порошенко отзначает. Товарооборот у 10 миллиардов долларов лишь бы целком реальная. Семь предприемств с беларуским капиталом уже выходят у спис самых буйных податкоплательщиков Украины. На форуме свои досягнения презентуют 60 украинских компаний. Есть добрая основа для самых масштабных планов. Александр Лукашенко, протягивающий думку коллегий, еще раз подтвержает. Украина изъявляется для Беларуси не только добрым сябром, але и одним из наиважнейших политичных и гандлево-экономичных партнеров. Треба коопироваться и выходить на рынки третьих краин. Узнял Александр Лукашенко еще одну важную тему войны и миру. Беларусь готова да помахши в ворошенне конфликту на усходе Украины, бо это агульная бяда для наших держав. Я хочу, чтобы вы знали нашу позицию. Я уже когда-то сказал, мы, если и придем с севера к вам, я хочу, чтобы это военные некоторые услышали в Украине, то мы придем на комбайнах, тракторах, на троллейбусах и автобусах. Мы никогда не придем к вам на танки. Повторюсь, мы не просимся ни посредниками, ни миротворцами. Мы просто за вас переживаем. И если мы что-то сможем и можем для вас сделать в этом плане, мы готовы. Нам это решение дается непросто. Я вообще не приемлю, когда пытаются нашу украинскую землю использовать некоторые как разменную монету. Украина всегда будет мощной, процветающей и единой. Но надо уметь договариваться. Потом решим, кто виноват. Вот эту проблему давайте оставим нашим детям. Пусть они потом с течением времени далекое видится, большое видится на расстоянии. Пусть они потом решат, кто виноват. Сегодня надо прекратить братоубийственную войну. Мы к вашим услугам. Спасибо вам. Я хочу подякувать Александру Григорьевичу. Хочу подякувать белорусские народы. Хочу подякувать Минск. Я очень доволен тем, что в последствии наших договоров была прорвана дипломатичная блокада. И для нас это тоже важно. Потому что и для меня Беларусь, частенька Беларуси, не всегда остается в моем сердце. Большое спасибо вам за это. Беларусь настроена на предметный и конструктивный диалог с Украиной в общих сферах, в духу доверия и взаимной поддержки. Наша краина готова удельничать в модернизации инфраструктуры украинских городов, поставлять технику и разом выходить на рынки третьих краин. Диалог регионов доказывает свою эффективность. Подписаны новые погоднения. Сумма контрактов перевысила 100 миллионов долларов. Як плануется, местом проведения другого форума регионов Беларуси и Украины станет Житомир. Настасья Кучинская, Яугин Макеенко, телерадио-компания Гомель. Первый форум регионов Беларуси и Украины можно назвать еще и форумом деловых контактов. Сами удельники оценивают проведенные перемоги как выниковые и позитивные. Их меркование в репортаже Олега Сенсирова. Форум регионов, совпляцовка для встреч на самых разных узровнях и в самых разных сферах. Штахи далечего супрасовництва обмерковывали вытворцы, новоковцы, кероники агропромыслового комплекса, экологи. Минавито в эти дни у Гомеля прошло другое посаджение Беларуско-Украинского Днепровского бассейнового совета. У обеих украинных работа по суместному выкористанию этой ракеты только начинается, але уже есть разумение, что необходимо делать и каким чином. Почас посаджения, пока констатують, значимых проблем не иснует, але есть питание, которое потребует больше деталевого выучения, начиная от выкористания грунтовых вод приватными предпринимальниками. Эта тема особо актуальна для украинского боку. Есть забор воды, подземной особенно воды. Могут образовываться разные негативные воздействия в виде формирования подземных воронок. Если это, опять же, сбросы, то возникает вопрос, куда те люди, которые забирают воду, куда они ее потом фактически сбрасывают. Либо это очистные сооружения, либо они это делают где-то нелегально. Для проведения перамов у Гомеля задеянишили неколько приотовок. Тут и областный громадский культурный центр и манеж «Динамо», о котором можно было познайомиться не только с потенциальными партнерами, а и вырубляемой ими продукцией. На час работы форума спортивный, легкоатлетичный манеж «Динамо» стал выставочной плясовкой. Своей экспозицией разгорнули больше 180 предприемств за беде в Украине. Два дни демонстрации левшей продукции, состричь и деловых перемов. Под час форума найти новых партнеров можно было у любой сферы. На шматриких стендах и продукты харчевания, и бурштин, и обсталевания для так званой зеленой энергетики, мобильные, солнечные, зарадные устройства и батареи. Эта тема затекавила многих наведыванников. И хоть конкретные контракты украинского творства под час форума не заключали, а ли новые деловые совести наладили. Мы обменялись с очень многими координатами. Очень заинтересовано несколько предприятий, которые имеют большие производственные здания, чтобы совместно построить солнечные станции на крышах, эффективно использовать, при этом генерировать электроэнергию и выйти на элемент экономии электроэнергии, которая потребляется уже с обычных сетей. То есть есть уже такие вот обменялись контакты. Не могу сказать, что заключены на сегодняшний день договора, но я думаю, это в процессе. Еще одна буйная выставочная пляцовка, которую организовали до первого форума регионов Беларуси и Украины, была разгорнута на центральной площади Гомеля по экспозиции больше 101-ок буйной габаритной техники белорусской вытворчести. Тут так само проходили деловые состречи, выником яких стало подписание походнению о сопротивничества. Акционерное товариство Гомсельмаш уже в мае в Украине совместное предприемство по сборству зернеуборчных комбайнов. Теперь это суперсовничество будет поширено. Был подписан дилерский договор с компанией Укравтоторг, которая входит в состав компании АИС. Также было подписано тройственное соглашение между Гомсельмаш, Укравтоторг и компанией Южмаш. Первый этап это поставки готовой техники дилеру, а далее будет рассмотрен вопрос о создании совместной сборки на базе Южмаш. Олег Сентяров, Владимир Гопанько, телераду компания Гомель. Первый форум регионов запомнится не только деловыми перамовами, але и культурной программой. Выстава бренда у Гомельской области и суместный концерт с символичной назвой «Дружба» в лику самых отметных подей мероприемства. Наши корреспонденты поделились уражениями о Дубатшинахам. У Гомельским областным громадско-культурным центры «Аншлаг». Менавито тут повинен пройти беларуско-украинский концерт «Дружбы». Але и до его початку сумовать глядачам недалей у фае центра выстава бренда у Гомельской области. Под этим вызначением и демонстрация одного из первых друкованных станков Франциска Скарыны, имя якого сегодня носит Гомельский заржавный университет. И проекты реализованы у рамках акции «100 идей для Беларуси и в области». Со своим разумным домом Эдуард Туманский все лето занял первое место у республиканским конкурсе. Кажется, что аналога у него распросовцы нема. С выкористанием мобильного додатка у доме можно контролировать все. От выявления дыма до кирования осветлением. Атмосфера напереды дни концерта дружбы далекая от официйной. Напереды дни прошла генеральная репетиция, кожный докладно ведая свое место на сцене. Али артисты фольклорных гуртачип с Житомирской области кажут, что не супрать выступить еще до початку программы. Кали глядачам сподобается, чаму и не. И выставу брэндов и наступный концерт можно без пера больше не назвать народными. На стендах у вае Гомельского хромадского культурного центра саправды уникальные экспонаты. По вынику проведенных у Ельским районе экспедиции у отселенных везках отрымался собрать больше полтысячи фартушков. У Гомель, правда, привезли значно меньше. Разместить всю коллекцию не дозволяют выставочные площади. Попыч коллекция национальных строев из-за в качестве Ковалева и заключен контрактами. Он стал добрый плясок и для неофицийных Беларуси. Олешен Цюрова, Ольга Коновалова, Валерга Панько, телерадио, компания «Гомель». До інших тем. 27-го кастричника пройдуть черговые суботние промоя-линии. У Гомельскім облаканками на совезі буде намесник старшыни Владимир Горбачоу. Нумер телефона 33-12-37. Гомельчане могут задать питань першему намеснику старшыни Гарвы Конкама Александру Сивакову. Нумер 33-09-59. Час работы промыхлений с 9 до 12 годин. Вучоный с усветным имем член Нобелевского комитета Мац Ларсен на гэтым тыдне наведаў Гомель. Професор Стокгольмского университета сустрелся с выкладчиками и прочитаў серую лекции по физице студентам ГДУ имя Франциска Скарыны. Чарховый визит Мац Ларсен просветил знайомству гомельских навуковцев запошними досягненнями физики. Утымлику новаторскими работами лауреата у Нобелевской прэмии. Професор Ларсен особисто представляў их распрацовки подчас церемонии обвяшчэння пирамошцаў. А крымя таго и он рассказал студентам и про свае навуковые интерэсы. Тема моей сегодняшней лекции это концепция киральности. Это то, что отличает правые молекулы от левых молекул. Их талантливые студенты и интересные разработки в сфере нелинейной оптики. Мы изучаем нелинейные процессы, генерацию второй гармоники, генерацию суммарной частоты, изучаем особенности этих процессов для различных частиц, для сферических, для цилиндрических и другой формы. В общем, эта интересная деятельность продолжается. В том числе мы обсуждаем результаты этих исследований с нашими шведскими коллегами. Безусловно, это мотивирует очень сильно наших студентов. Они знают о возможностях, которые перед ними открываются. У Гомельской и Стокгольмской ВНУ назапашены богаты вопыт сумместной работы. Академик Мац Ларсен на протягу 15-ти годов супрацуйничая с ГДУ и стал 12-м замежным навыковцем в сироте гоноровых докторов. Наши молодые ученые в Стокгольмском университете оборонили две докторские и пять магистрских диссертаций. Это и так само иншие новины вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресу www.tvarkomil.by На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу. До новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь 4 продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Взялись по личным сотрудники наркоконтроля изобличили дилера, который работал на крупный интернет-магазин по продаже психотропов. Наркокурьера задержали в районе железнодорожного вокзала областного центра. При себе у мужчины было несколько свертков с дурманом, а при обыске его квартиры милиционеры нашли два пакета с амфетамином весом по несколько сот граммов, а также упаковку со спайсами. Причастность к товару мужчина отрицать не стал. Поставщик привозил ему крупные партии наркотика, подозреваемый расфасовывал их по мелким дозам и путем распространения закладок сбывал потребителям. Бизнес приносил немалые деньги, но закончился для наркодилера внезапно. Позднее при помощи служебной собаки в Гомельском районе был обнаружен тайник. Наркозбытчик хранил в нем почти 250 граммов мефедрона. Найдены десятки закладок, общий вес наркотика почти килограмм. Возбуждено уголовное дело. В результате исследования при социальных веществах обнаружены особо опасные психотропные вещества не используя в медицинских целях Альфа-ПВП, ТМЦП-2201 и ТМЦП-ЦХМ. Копнул лопатой и наткнулся на боеприпасы. В Светлогорском районе мужчина сдал милиции более 200 патронов времен Великой Отечественной войны. На небольшой схрон боеприпасов житель деревни Козловка наткнулся, когда выполнял земельные работы на своем при усадебном участке Мужчина извлек находку и сообщил об этом в милицию Всего в грунте было найдено 203 патрона различного калибра Сотрудники изъяли арсенал и передали его экспертам По факту обнаружения боеприпасов назначена проверка Классика белорусского угона В Житковичском районе двое парней за одну ночь совершили три попытки кражи автомобилей Все по избитой схеме Угнал, выпил в тюрьму Инцидент произошел в агрогородке Белев Молодые люди изрядно выпили и решили рвануть к друзьям в соседнюю деревню В холода пешком идти некомфортно поэтому и пришла идея воспользоваться автомобилями своих односельчан Первая попытка не удалась Один из фольксвагенов не смогли завести Сяд предательский заглох через несколько километров Пришлось вернуться домой И только с третьей попытки все удалось Старенький гольф завелся и катал угонщиков целые сутки пока их не задержали Теперь нарушителям одному из которых только 16 грозит до 6 лет лишения свободы Таков обзор происшествий к этому часу Оставайтесь с нами и берегите себя Я Алексей Немкевич Благодарю за внимание До свидания Продолжение эфира телеканала Беларусь 4 Гомель Новости спорта В студии Михаил Садовский Здравствуйте Гомельчанин Евгений Тиханцов завоевал золотую медаль на юниорском и молодежном чемпионате Европы по тяжелой атлетике который проходит в Польше Спортсмену не было равных в категории до 94 килограммов среди юниоров до 20 лет В первом своем выходе на помост Евгений справился со снарядом весом 170 килограммов а во втором смог поднять штангу в 178 что и позволило завоевать золото Это уже четвертая медаль высшей пробы в копилке национальной сборной Ранее на Бьедестал почета поднялись Анастасия Михаленко Геннадий Лаптев и Игорь Лоско Последний, к слову также представляет Гомельскую область Хоккейный клуб Гомель опустился на третью строчку турнирной таблицы В очередном матче чемпионата команда на домашней ледовой площадке уступила одному из главных конкурентов в борьбе за медали с Олигорскому Шахтеру Начало встречи осталось за хозяевами Гомель провел несколько неплохих атак и первым вышел вперед Шайбу забросил Мусиенко Шахтер отыгрался лишь во втором периоде усилиями Рядченко А в заключительные третьи гости вышли вперед На этот раз отличился Туркин 1-2 такой счет продержался до финальной сирены К слову эта неудача стала для Гомеля пятой за последние шесть матчей между Рысями и Горниками Параллельно матч еще один из фаворитов чемпионата Минская юность не оставила шансов Жлобинскому Металлургу Столичные хоккеисты нанесли Столиваром сокрушительное поражение 8-1 Для баскетбольной команды Гомель-Сош минувший день также стал неудачным В матче с Гродненской Олимпией зафиксировано крупное поражение И если в первой четверти на площадке наблюдалась практически равная игра то далее гомельские баскетболистки отпустили соперников стремительный отрыв по очкам результат 46-98 Завтра в Гомеле состоится один из интереснейших матчей чемпионата страны по футболу в первой лиге Локомотив примет идущую на третьей позиции Белшину которую накануне покинул главный тренер Георгий Кондратьев начало в 14.00 В официальных встречах команды пересекали шесть раз причем три раза в кубковых поединках Пока преимущество на стороне Бобруйского коллектива который три раза праздновал победу и один раз сыграл в ничью Также стоит отметить что в предстоящем матче смогут сыграть сразу три экс-железнодорожника Дмитрий Гамза Кирилл Сидоренко и Денис Галенко Завтра Гомельская энергия попробует вновь порадовать своих болельщиков В пятом туре команда будет принимать РГОР-2001 Игра пройдет в спорткомплексе Локомотив начало матча в 18.00 Второй матч состоится в воскресенье в 12.00 Минский коллектив хорошо знаком гомельским зрителям в игре против РГОРа состоялся дебют энергии Тогда в матче 1-8 финала Кубка Беларуси хозяева уверенно переиграли своих соперников со счетом 3-0 Тем самым завоевав путевку в четвертьфинал где поспорят за выход в следующую стадию с Витебским Марко ВГТУ На этом пока все с новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский Оставайтесь на Беларусь 4 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова